13 июля в Пушкинском городском округе И таким образом я решил, что раз что туда у меня не получается ездить на тренировке Решил собрать команду здесь «Алтимат» – это динамичная командная игра с летающим диском фрисби Отсюда и название «Алтимат фрисби» Правила ее довольно простые Цель игры – поймать диск в зоне противника Бегать с ним нельзя и передавать можно только по воздуху Противнику разрешается перехватывать диск и сбивать его В этом случае ход переходит другой команде Игрой правит дух игры Дух игры – это совокупность знания правил и уважения к противнику Изначально «Алтимат» являлся лишь одним из способов времяпрепровождения Первыми в него играли ученики школы Коламбия Годом изобретения такого вида спорта, как «Алтимат» считается 1968 Именно в то время были организованы регулярные игры Первые правила к ней появились позже, в 70-х Первый организованный турнир прошел в 1975 году Назвали его национальным университетским чемпионатом Тогда в турнире приняло участие 8 команд в Ельском университете Спустя 8 лет в 1983 году соревнования по «Алтимат» вышли на мировой уровень В Швеции провели первый мировой «Алтимат» чемпионат В России этот вид спорта появился в 1989 году в Санкт-Петербурге Тогда еще в Ленинграде Эта игра пошла от канадских школьников, которые приехали в город на учебу по обмену Это признанный спорт в России, который называется не фрисби, а флайинг диск официально Нам нравится им заниматься, мы считаем, что он зрелищный И в целом люди, когда его увидят, если у них есть возможность его увидеть, то они на него подсаживаются Чемпионом России по «Алтимат» фризби является Владимир Кочкин В этом году он был назначен тренером юношского женского дивизиона До 24 лет «Алтимат» на траве Одно из самых ярких событий в этом виде спорта – победа женской сборной России на чемпионате мира В 2017 году они обыграли в финале сборную США Идею провести открытый турнир по «Алтимат» фризби Ашукина Грин поддержала администрация Ашукина С предложением организовать соревнования Ренат Тагаев обратился к главе поселения Говорят, что он в перспективе может стать даже олимпийским видом спорта Я даже название не мог с первого раза запомнить, наверное, только раз из третьего и четвертого, к сожалению Действительно, вообще не слышал об этом виде спорта И тем не менее, когда узнал, что к нам еще готовы приехать команды из других областей Ну вот, кстати, Кострома и даже с Тольятти есть команда Ну, я говорю, это было бы совсем неправильно не поддержать такие соревнования Участие в турнире приняло около 60 человек Это семь команд, по две из Москвы и Серпухова и по одной из Костромы, Тольятти и Ашукина Алене Герасимовой 12 лет Она самая юная участница в команде Уфо из Костромы Девочка занимается этим видом спорта уже почти 4 года Сначала, когда она впервые пришла на тренировки, ей не понравилось Алена даже хотела бросить занятия Но как только все стало получаться, девочка передумала Ну, я тут самая гонщая Ну, как бы самая быстрая, самая шустрая, маленькая А какая у тебя задача? Что ты делаешь? Ты кидаешь или что-то? У меня цель – ловить диск, отдавать пас, делать фейки, то есть обманные движения Сбегать в зону и ловить диск Для ребят из Уфо это первый турнир Сама команда образовалась недавно В ее составе участники в возрасте до 17 лет Уфо вышла из другой команды «Дружина», где занимаются ребята постарше Они решили сами уйти, сказали, мы хотим тренироваться своей командой У нас юношеская команда Они решили, первый турнир – это вот у них Ашукина именно Сам Василий Чернов с «Алтимат» знаком с детства У него даже была маленькая летающая тарелка Такая маленькая, она стоила, наверное, 87 рублей Из Советского Союза, что кидали, а потом просто шел, ребята играли Покидал, они сказали, у нас есть тренировки, есть такой вид спорта Это было в 2012 году, я пришел, мне понравилось Потом начал ходить постоянно, уже 7 лет занимаюсь Большинство команд занимаются не больше месяца Для многих ребят этот вид спорта был ранее незнакомым Ну, к нам подошел Ренат и предложил сыграть в очень интересную игру Она нам понравилась, и мы решили в ней играть А раньше ли они не слышали? Раньше я о ней не слышал ни от кого, потому что это в нашей местности не очень популярный вид спорта В основном я в роли нападающего играю То есть как ты нападаешь? Ну, то есть я забегаю до конца поля, мне дают, например, длинный, ну или пас, в общем, дают Ну, так как я рост длинный, просто беру, так ловлю и все Тренировки у нас, так сказать, проходят через день Мы едем с Андреем, ну, на раз, ну, то в серфу и на старт, то занимаюсь у нас на площадке Поле у нас хорошее Ну, цель игры проста у нас, ну, у нас все функционировано, каждый знает свое дело Ну, так, ты что скажешь, как тренировки проходят? Ну, более-менее нормально Ну, конечно, Андрей говорит, что один день надо отдохнуть, другой надо тренироваться Только мы все тренируемся, когда Андрея даже нет Так, что мы его не слушаем, мы просто берем каждый день, выходим на улицу, начинаем ныть Спорт реально интересный Вот, серьезно, если бы не Андрей, я бы не был здесь просто, не знал, что это за спорт Просто дома сидели, ничего не делали Хочу очень большое сказать спасибо Вот, прям большое спасибо Турнир Ашукина Грин проходил два дня В субботу и воскресенье 13 июля команды сыграли 24 игры Всего матчей было 30 Финал состоялся в воскресенье За первое место боролись две команды из Тольятти и Москвы Победителями стали ребята из Юниона В качестве награды они получили кубок с оригинальной деревянной табличкой Ее сделал житель Ашукина Кубок по духу игры достался команде из Костромы Он интересный, впрочем, когда ты на даче нечего делать, приходишь сюда, играешь и у тебя удовольствие от этого получаешь Вот, впрочем, надо спортом заниматься, почему нет, если да Евгения Коломит, Владимир Парфенов, Дарья Михайлова, Пушкинское телевидение